Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братцы и сестры у Христе и все люди на земле. Всем желаю радости, счастья, всякого блага в души ваши, в дома ваши, в семьи ваши, во все сферы жизни вашей. Любви, мира, добра, терпения, всего-всего самого наилучшего, чтобы все у вас было хорошо. Хорошо. Когда-то мне позвонил брат со своей супругой, зовут его Андрей Ремнев, ну мы поговорили в общем о христианстве и потом он мне сказал, что он пишет стихи, дал мне ссылку и попросил почитать. Я все почитал, у него было очень много стихов там, ну у него есть страничка на стихи.ру, ну найдете, если захотите, в Андрея Ремнев. У него очень много и я решил, те, что мне действительно полюбились, легли на сердце. Я уже записывал, кто знает, но я решил уже, то я за кадром читал там видеороликами, все сделал в разных видеозаписях. В этот раз я решил вот так, со своим фейсом все это почитать, оформил страничку на своем новом сайте и хотел почитать, может быть даже покомментировать. Я так и написал в коротком предисловии, что стихи принадлежат Андрею Ремневу, прекрасные, короткие, в то же время невероятные глубокие христианские стихи Андрея, замечательно передают дух и мировоззрение ученика Христова, познавшего на опыте евангельской жизни, что значит свобода во Христе. Из всех того объема, что у него было, я себе отобрал 8 стихов, которые мне полюбились, ни под какие цифры не подгонял, так получилось. В принципе, составлены они, так скажем, собраны тоже в некоем духовном смысле, я не просто так их в таком порядке расположил. Я думаю, что прослушав их, сейчас все, что-то каждый для себя поймет. Вот, такую заставочку сделал, где Иисус, когда к нему привели женщину в прелюдиянии, писал пальцем на песке. Ну, первый стих. Название, в принципе, придумывал тоже, так скажем, уже я в свое время. С Андреем, я помню, тогда мы или созвонились, или списали, спросил, могу ли я его стихи использовать, ну, так же вот зачитать там. Он сказал, конечно, делай, что хочешь, тогда я еще, да, на Яндекс.Дзене статью, так скажем, написал с его стихами, ну, записал эти ролики отдельно. Сейчас я хочу все это вместе просто сделать. Покаяние. Жестаковыные, ну что еще вам надо? Какую жертву вам еще пожрать? Уже ли вы не поняли, я рядом, и мне не надо дома воздвигать? Еще ли вашего не достигало слуха? Я не приемлю церкви из камней. Вы – храмы и жилища духа. Я церковь свою строю из людей. И если призваны, покайтесь и меняйтесь. Настало царство, что еще вам ждать? Христос воскрес, придите, наслаждайтесь. Отдайте кровь, вам дух пора принять. Я в каждый стих добавил по две иллюстрации. Поэтому немножко разрывные. Мне приходится прокручивать, чтобы читать дальше. Оставив заповедь... Бога пустословия я его назвал. Бога пустословия я вставил такой, свои пять копеечек. Бога пустословия. Оставив заповедь любви, мы принялись за любопренье. Христову ризу разделив, порвали истину на мнение. Послушаешь, так каждый прав, все подписание подводит. И лоб насупив, бровь задрав, такие витии выводят. Беда, но в дебри богословия завел нас вовсе не Христос, а ум, воюющий с любовью и политический запрос. Очень верно. Заповедь любви. Друзья, коль вами дух Евангелия принят, вам не потребны богословия витий. Нам не помогут на престоле херувимые. Нет церкви, если нет меж христианами любви. Вино вином, а хлеб пребудет хлебом. Нет места между нами для Христа. Вино вином, а хлеб пребудет хлебом. Нет места между нами для Христа. Мы в капище стоим, а не на небе. Мы идол сотворили из креста. Наш Бог любовь, уже ли мы забыли? Нам только эта заповедь дана. Поклон, знамение, сорок Господи помилуй. Как на параде, ведь задуматься пора. И Бог не раз весь этот пафос рушил. Уроки эти мы привыкли забывать. Уже ли не слышите? Теперь по нашу душу покайтесь. Иль беды не миновать. Как вы не видите, вокруг собрались тучи. Стоят полки, им лишь приказ отдать. А мы все таинство до песнопения учим. Нам на людей, на ближних, наплевать. Строительство и благоукрашение лишь этим духом соединены. Глубокий смысл, ища в изображении, мы позабыли простоту любви. Тело Христова мы, а порознь члены. Доживши до густых седин, могу определить, что главное. И над призванием христианин не ставлю грифа конфессиональный. Хитон Христов на части рвать отныне не моя забота. Стараюсь братьев отыскать среди обрядного болота. Мы стадо малое со всех концов земли. Нам в этой жизни вместе не собраться. Но не печальтесь, коль отец у нас один. Наступит час, и мы познаем радость братства. Община не организация. Ей не потребна регистрация. Не нужен ей расчетный счет, администрация, отчет. И социальную работу она, представьте, не ведет. На крестный ход она не ходит, и ничего не продает, и храма в Богу не возводит. Она им, Богом, каждый день живет. Как хорошо в халате длинном, в уютном кресле у камина, С коробкой сладких леденцов читать писание отцов. И, прозревая мироздание, вдруг оторваться от читания, Застыть, молитвенно вздохнуть и умилительно заснуть. Так вера, мертвая без дел, ласкает уши теплых тел, И, поднимая в небеса, увы, лишает нас Христа. Бог, любовь или вечные муки в адском пламени гиены огненной? Я слышал, что кричат в аду, себя отчаянно терзая, Себя отчаянно терзая. По горло в огненном пруду все больше пламя извергая. Там не кричат, я был неправ. Слова сии ключи от рая. Там рот по уши разодрав, лишь к справедливости взывают. Не зная радости прощения, там алчно требуют отмщения. И распушая мозг, как вату, все ищут, ищут виноватых. Там нет и мига тишины, ни дня, ни ночи, ни весны. Там ярость пьют, там злобой дышат, и все врагов повсюду ищут. Там бесконечное сражение, но нет побед, лишь поражение. Но никого никто не держит. Открыта дверь, свет тихо брежет. Но, как лепчайшая смола, их ноги, руки облила желанием своего суда. Я б не понес всего видения, когда б не верил без сомнения, что мутрый ход судов твоих спасет когда-нибудь и их. Воскресенье. Воскресенье в наш век практичностью убитый Нет места для высоких строк. И у толпы без меры сытый В чести игрок, а не пророк. И дум высокое стремление Смешно для пошлости людской. Кому здесь нужно воскресенье? Такое шоу за стеной. Вот такие вот замечательные стихи. Страничка у меня оформлена. Я хотел записать ролик, туда тоже добавить, чтобы было. Действительно, меня аж прям до глубины души трогают. Действительно, выражают, эти стихи, по крайней мере, выражают то, что я думаю. Сам я писать не умею. Благодарю Андрея за такие прекрасные строчки. Хотелось поделиться. И, кстати, призвать, у кого есть какие-то стихи, высылайте. Если мне будут они по духу, я не буду говорить, что они там красивые, некрасивые. Просто мне понравится. Я, кстати, на этой страничке, вот я христианские стихи их назвал. Я, если вы будете не против или, наоборот, даже предложите, я буду тоже выкладывать. Это будет хорошо. Я с вами прощаюсь. Всех обнял, поцеловал по-братски. Пока-пока. До встречи в следующем ролике.